Здравствуйте, меня зовут Дастан, я из Бишкека, я музыкант, мультиинструменталист, играю на всех кыргызских музыкальных инструментах. Сегодня я расскажу вам о нескольких инструментах кыргызского народа и о музыке кыргызского народа. Вот этот инструмент, который у меня на руках, называется КОМУС, это струнный щепковый музыкальный инструмент. Один из первых инструментов кыргызов и имеет три струны. Инструмент был изобретен таким мастером, как хамбар. И первый кырг прозвучал именно его музыка. Наш народ использует кыргыз как для кыргыз, это наигрыши и мелодии, специально для кыргыз. Так же, как и для пения, сопровождающим инструментом является кыргыз. Под кыргыз пели ахыны, урчы, это исполнители песен. Я сейчас сыграю известную кыргызскую кыргыз, доктору Асатуланова. Это девять наигрыши. Асатуланова 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 язычок с помощью нитки сыграю импровизацию дальше хочу услугусь а Продолжение следует... 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 Для этого инструмента... Существовало множество произведений... Сейчас он используется... Как солирующий инструмент... В разных ансамблях... И в разных... Музыкальных аранжировках... Как краска... к этим песням и аранжировкам. КОНЕЦ Вот такой вот интересный инструмент. Следующий вид инструмента называется СВСГИ. СВСГИ тоже считался инструментом пастухов и игралась на нем музыка для разных праздников и в основном на этих мероприятиях раньше. СВСГИ это, можно сказать, как первородок современных флейт, флейтов инструментов, техникой игры, как у всемирно известных флейт. СВСГИ делается из разных пород деревьев, из абрикоса, из груши, из дерева яблоки. У меня на руках сделаны из абрикосового дерева. Сейчас этот инструмент распространен и играется в разных оркестрах, в ансамблях и даже в современной музыке. Я сыграю на сабызгую мелодию ахмахтан кюль. СВСГИ. 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 КОНЕЦ 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 Следующий духовой инструмент это ЧОПОЧОР 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 инструмент из глины На нем можно играть сейчас музыку темперированного строя Раньше было только 3-4 отверстия на этом инструменте Но его реконструктировал Нурланбек Нишанов С помощью его реконструкции мы сейчас играем на этом инструменте уже в пределах одной октавы Все ноты как на фортепиано все настроены в темперированный строй ЧОПОЧОР имеет разные видности именно по тональности Диапазон 1 октава и высота нот зависит от объема этого инструмента Вот например здесь 3 вида больше Этот настроен на Ля Этот чуть меньше он настроен на ноту Ре Этот самый маленький он настроен на Ля только октава выше Это называется ЧОПОЧОР ПИКОЛО То есть самая высокая На ЧОПОЧОРе стоит уже готовый свисток Как можно сказать Когда просто дуешь уже звучит С помощью настроенных отверстий мы воспроизводим определенные мелодии Мелодия называется БЕКТАШ Это народный ГЫ БЕКТАШ 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 Субтитры подогнал «Симон» Пробуем послушать другие виды. По материалу здесь, как видим, у них цвета различаются. Этот белый из белой глины, этот красный. Более похож на коричневый. Такой же вид инструмента встречается в мире. В Казахстане это называется «сасырнай». Это похожие виды таких глины инструментов. У нас в Кыргызстане называется «чопочор». Вот более высоконастроенный инструмент. Майкятров из Кыргырстана. Субтитры подогнал «Симон» 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 Симон» «Симон» «Ровестан» «Симон» «Симон» И следующий, самый высокий, Чупачор Пикола. Я сыграю на Чупачоре известную мелодию нашего Атая Ованбаева «СМД». Атая Ованбаева «СМД» Атая Ованбаева «СМД» Атая Ованбаева «СМД» Следующий вид народных инструментов – это струнные смычковые инструменты. У меня на руках казахский колхобыс. У нас в Кыргызстане есть точно такой же инструмент, с такой же формой, с такой же техникой игры почти, и с таким же звучанием, и с такой же историей про происхождение инструмента, и с такими же названиями произведений для этого инструмента. У нас называется это «Кыл-Кияк». «Кыл» – это струна, «Кияк» – это интересный звук, который издает этот инструмент. И от этого происходит название этого инструмента. Считается, что самый древний инструмент – это именно «Кыл-Кияк», «Кыл-Кобыс». Его сделал мастер, у которого была лошадь любимая, конь любимый. И когда конь уже умер, ушел из жизни, он в прощение сделал этот инструмент, связанный с его жизнью. И если вот так посмотреть, то корпус инструмента похож на голову коня, то есть он уже отобразил своего коня, память о нем уже на инструменте. Струны тоже сделаны из конских волос, и смычок, струны смычка тоже сделаны из конского волоса. Имеет две струны, обычно они настраиваются на «Кварту» и «Квинту». Есть несколько позиций игры, и у него очень близкий тембр на человеческий голос. Это регистр, в котором говорят люди. То есть можно… То есть это высота такая, что похожа на человеческий голос. Раньше мастера играли на «Калкаяке», на «Кулузе» произведения, такие как связанные с природой, связанные с животными, имитируя их звуки. Также произведения… Вокальные произведения сопровождали именно с этим инструментом. Инструмент делается из… Корпус делается из дерева, основной корпус. То есть и дека у него сделан из шкуры. Шкуры разных животных. И здесь крепление сделано из кожи тоже. Сейчас сыграю кыргызское «Ку» на «Калкогузе», на казахском инструменте. Мелодия называется «Баатрды дана дзалло». Это просветление богатыря. Батыры. АВт Sikh на «Калкогулу» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие друзья, спасибо за внимание. Дорогие друзья, любите музыку, занимайтесь музыкой, слушайте музыку. С вами был Тастан Беремхов, музыкант-мультиинструменталист из Бишкека. Ждем вас в Кыргызстане, на Иссык-Коле, на концертах. Приезжайте, интересуйтесь. И всего доброго.